ПТЗ Wi-Fi камера с 5-ти кратным оптическим зумом с Алиэкспресс. Привет, с вами Алигит. Как вы знаете, тема видеонаблюдения мне, можно сказать, родная. И мои дорогие подписчики часто просят меня подсказать им поворотную Wi-Fi камеру, да еще и с оптическим зумом. Ну то есть установить ее за окном 5-го, 6-го этажа и вести наблюдение за своим авто. Ну и, конечно же, чтобы была возможность оглядывать территорию и перемещать камеру в другое направление, потому что мы не всегда паркуемся на одних и тех же местах. Ну и, естественно, всех интересует автономный момент камеры, чтобы она писала архив видеонаблюдения прямо себе на флешку. Ну то есть не покупать дополнительно видеорегистратор с жестким диском, а чтобы камера все сама автономно делала. Ну и, конечно же, все просят, чтобы камера была как можно бюджетнее. По сути, как бы задача непростая, потому что камеры с оптическим зумом стоят, ну, на порядок дороже, чем обычные. Ну, потому что в них используется вариофокальный объектив, но по типу того, как в зеркальных фотоаппаратах с приближением или отдалением фокусного расстояния. Я решил вам показать одну из лучших камер от завода Haseo, ну, по соотношению цена, качество и возможности, те, которые вам как раз-таки необходимы. На камеры и комплекты видеонаблюдения завода Haseo можно найти множество роликов уже на моем канале, потому что меня их качество вполне устраивает, да и цену они дают неплохую. Разные уличные камеры от завода Haseo стоят уже несколько сезонов на объектах, все в порядке, все работает, клиенты довольны. В общем, заказал я эту камеру у официального дилера на Алиэкспресс, пришла она где-то из Китая, ну, недельки за две по Почте России, здесь еще была такой пленкой закрыта. Я пленку снял, чтобы посмотреть, что там пришло. И сейчас вместе с вами продолжим раскрывать эту посылку и посмотрим, что входит в комплектацию к этой камере. Далее, естественно, я расскажу о ее характеристиках, протестируем ее, покажу, как она легко подключается к вашему смартфону, ну, то есть к удаленному просмотру из любой точки мира. Ну, не только просмотру, но еще и управлению. Естественно, я прикреплю образцы видео от этой камеры, ну и в конце сделаем выводы. Вот такой вот розничной стандартной коробки она поставляется, здесь вот написано марка ее, ее модель, что она записывает 1080p, то есть Full HD разрешение. Первое, что нас встречает, это вот эта их визитка с просьбой о том поставить им 5 звезд в случае, если нам товар понравится. Но мы с вами хорошие покупатели, так что если товар хороший, обязательно поставим. Ну и опять же, чтобы другие покупатели также видели обратную связь. Вот такая короткая инструкция, да, она полностью на английском языке, но она схематичная, как я говорю, понятная, все пошагово написано, и в ней нам, по сути, ничего не нужно, кроме названия приложения. Здесь вот даже есть QR-код для скачивания этого приложения, можно в поисковике написать, но об этом чуть позже. Блок питания, пакетики вот так вот упаковали, шнур длинный, трехметровый, это хорошо, в некоторых случаях не нужно будет ничего наращивать, даже так хватит. 12 вольт 1 ампер, еще положили патч-корд, ну может пригодиться для подключения камеры к роутеру. Вот и защитные колпачки, в случае установки камеры на улицу, чтобы разъемчики прятать. Ну такой стандартный пакетик крепежей, саморезы, дюбеля для крепления камеры, кронштейна камеры к поверхности. Еще я взял комплект уже с картой памяти на 32 гигабайта, ну я так посчитал, что так получается дешевле. И вот сама камера, а еще отверточку положили, смотрите-ка, отверточка, ну чтобы установить карту памяти в лючок, вот положили отверточку, тоже спасибо, пригодится. Оттенка, ну такая вот спиненная прокладка, сейчас мы ее сразу установим. Вот так она. Очень похоже на предыдущую камеру Hi-Seal, внешне они практически вообще ничем не отличаются, кроме вариофокального объектива. То есть здесь объектив с фокусным расстоянием от 2,8 мм на 12 мм. Кстати, мелочь, но я заметил такое, что здесь в коробку добавили еще мягкое вот такое вот, ну мягкое дно. В предыдущей камере было сразу дно картон, здесь еще вот такую проложку сделали. Ну и как видите, все формово отлито, как бы эту коробку не кидали, камера будет закреплена, зафиксирована и с ним все будет хорошо. Это поворотная Wi-Fi камера, снимающая Full HD разрешение 1920 на 1080 пикселей. Матрица Smart Sense, вариофокальный объектив 2,8 на 12 мм, то есть 5-кратный оптический зум, максимальный угол обзора которого составляет 95 градусов. Есть еще микрофонный динамик для полноценной двухсторонней связи, и скажу, что тут динамик очень даже хороший, громкий. Такой громкий, что при желании можно кричать на непрошенных гостей. Рядом с объективом располагаются мощные ИК светодиоды нового поколения. Дальность ночной инфракрасной подсветки составляет 30 метров, камера автоматически переходит в черно-белый режим ночной съемки. У камеры есть три хвостика, один RJ45 для подключения камеры к сетевому кабелю, второй разъем для питания, и третий под герметичным колпачком находится кнопка Reset, ну то есть сброса настроек. А вот под герметичной крышкой камеры располагается кнопка полного ресета и слот под карту памяти, максимальный объем которой может составлять 64 гигабайта. Камера сжимает архив в кодеке H.265, а следовательно на карту 64 гигабайта в режиме 24 на 7 помещается около недельной записи, что позволяет использовать эту камеру без использования видеорегистратора с жестким диском. По сути камера автономная. Ну если конечно есть необходимость, камеру можно легко подключить к любому IP видеорегистратору по протоколу OnViv. Несмотря на то, что камера сделана по современной тенденции из АБС, она полностью уличная, с классом пылевлагозащиты IP66, и спокойно переносит наши суровые морозы и жару. Друзья, я не буду особо рассказывать подробно про приложение, полно у меня уже видео про это приложение на разные камеры. Оно все абсолютно на русском, все подсказывает, что куда нажимать, так что уверен, вы сами разберетесь. Ой, громко, ребятки. Подключили питание, скачали приложение, зарегистрировались, там самая простая регистрация, где нужно указать свою почту, ну и придумать пароль. В правом верхнем углу нажимаете на плюсик, подключаетесь по Wi-Fi, необходимо, чтобы ваш смартфон был подключен к той же самой сети Wi-Fi к интернету. И как я и говорю, приложение само на русском подсказывает, что дальше делать. Следующий шаг, найти свой Wi-Fi и написать от него пароль. И все, камера начинает сама коннектиться с интернатом по вашему Wi-Fi. Немного ждем. Вот она громко, ребятки, это просто. Прямо орет, орет. Пока что самая громкая такая ПТЗ-камера. Далее она предлагает придумать пароль для безопасности. И дать ей какое-то имя. Все готово, мы видим, что камера в онлайне, и подключение заняло значительно меньше времени, чем распаковка коробки от нее. Все, ребят, как видите, вообще подключение самое что-нибудь простое. Обратите внимание, я отключаюсь от Wi-Fi и подключаюсь к сети 4G. То есть по факту я могу находиться в любой точке мира и смотреть, что у меня на объекте происходит. Скажу в этом видео только о самом основном. Камеру можно вращать по горизонтали, вертикали. Управление в приложении очень простое и удобное. То есть прям отклик очень хороший. Задержка для такой IP-камеры вообще незначительная. Также есть управление оптическим зумом и даже ручная фокусировка. Хотя автоматическая вполне справляется. И к ручной фокусировке вы будете редко прибегать. Ну, картинка мне нравится, ребят. Смотрите, какая четкость. Да, это двушка, но... Но четко. Вот дверь видно. Еще и цифровой зум, пожалуйста. Можно фокус отрегулировать. Ну, а сейчас у меня автофокус. Автоматический. Ну, если что, вдруг можно подработать. Что касается двухсторонней связи, она вот тут полноценная громкая. Какая и должна быть громкая связь. Отлично слышит микрофон. И в сравнении с другими камерами очень громкий динамик. Пожалуй, один из самых громких в камерах, что у меня были. Какой тут громкий? О, громкий. Слушайте. О. Просто мы близко находимся, поэтому отражение звука. Раз. Вау. Не, ну это... Это самый громкий вообще динамик. Еще, что удобно, в любой момент можно зайти в архив флешки и посмотреть удаленно, что у вас там на объекте происходило. Рассказывать сейчас про детекцию движения, про оповещение, как все работает, я не буду, не вижу смысла. Здесь все точно так же, как и в других подобных камерах. Ну а сейчас посмотрите образцы съемки со второго и третьего этажа. Номера машин на расстоянии около 45-50 метров можно разглядеть. Картинка сочная, понятная. Единственное, что камера у меня не была сильно зафиксирована, я ее держал в руках в некоторых дублях. Поэтому присутствует небольшая тряска и пиксели немного рассыпаются. У зафиксированной камеры все будет еще гораздо чище и лучше. Продолжение следует... Ну ночная подсветка меня более чем устраивает. Показать ее, к сожалению, в полной мере не могу. При этом ее заполнение и дальность очень радуют. Друзья, как итог, за эти деньги камера вполне себе хорошая. Да, она где-то на тысячу-полторы тысячи рублей дороже, чем обычная подобная камера. Но здесь вы уже получаете вариофокальный объектив. То есть можете приближать фокус и более детально рассматривать какие-то объекты. Номера машин, какие-то лица, надписи. Что касается настроек, как вы видели, они очень простые. Все адаптированы под обычных покупателей, обычных пользователей, без опыта в видеонаблюдении. И, кстати, друзья, если вы планируете повесить эту камеру где-то в городской области, где-то на даче, или в каком-то загородном доме, где нет проводного провайдера, то есть нет обычного интернета, но, предположим, есть 3G или 4G, ну и, соответственно, хотите удаленный просмотр, находясь в любой точке мира, это тоже возможно. Посмотрите мое видео, я, кстати, ссылочку прикреплю в описании. Я делал обзор на 3G и 4G модем роутера, которому эту камеру можно подключить как по Wi-Fi, так и по LAN. И, соответственно, таким образом можно построить удаленный просмотр и управление видеонаблюдением. 4G модем роутера с сим-картой стоит где-то около 3,5 тысяч рублей. Эта камера тоже где-то так стоит, то есть в районе 7 тысяч рублей. Вы можете построить у себя видеонаблюдение, причем с поворотной вариофокальной камерой, и смотреть, наблюдать за обстановкой, находясь в любой точке мира. Ну а ссылку на эту камеру вы найдете в описании под видео. Переходите, заказывайте, продавец надежный, товар проверенный, так что рекомендую. Еще оставлю ссылку на свою электронную почту, и при возникновении вопросов, пожалуйста, пишите, всем обязательно отвечу. А я надеюсь, видео было полезно, и для меня будет лучше благодарности, если ты, друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях, и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяка, мне сильно поможет. С вами был Йош, пока.